Погода в Италии мерзкая, прохладненько И скоро Новый год Крис я заплатила все Кстати, кто не понял, почему так плачевно закончил свое видео? Я просто заболела и не пошла на праздник И вот и все, в общем-то Сейчас мы встретимся всей нашей семьей, которая находится здесь в Италии Потому что потом, на Новый год, мы все разъедемся на все три стороны На все четыре Мама уже уехала с папой, мы втроем разъедемся еще на три Так было решено Ну все, давайте Моя баба Чипуруха Бочваре Все, давай, встретимся в следующем году В 2022-м В 2022-м В 2022-м С какого крючка? Все, пока У нас уже вечер Короче, собрала я сумки свои На выход стоят сумки А здесь я приготовила, чтобы завтра утром с холодильника все засыпать сюда и не забыть И вот, короче, еще три сумки Ну и одежда Уже приготовила, во что нам одеваться Короче, завтра мы уезжаем в горы Ладно, я вам что говорила Что я приехала, сейчас вот здесь соус Мы очень проголодались, ничего не ели с утра Снег растаял Вообще, я такое ощущение, что весна на улице Ну, холодно, конечно Я говорила, что прям жарко Прямо-таки весна Ну, не совсем это так Сейчас я приготовлю покушку Мы наконец-то поедим Еще меня укачало в машине Ой, ужас Дорога была ужасная Ехали долго, потому что Несколько раз возвращались домой Еще там ждали одного дядю Который должен был нам показать дом Но этого так и не случилось Несмотря на то, что мы потеряли только время Вот Ну, короче, приехали мы сюда сейчас, наверное, в 2 Где-то так примерно Или в 2.30 Но было Вот так меня укачало И мы сразу пошли гулять И, представляете, встречаем Наших соседей Которые тоже только приехали Вот Ну, мы с ними, короче, погуляли Тоже по городу здесь Показали им И все Сейчас я хочу Чем заняться Нужно сказать моему муженьку Чтобы он наконец-то Прицепил Чтобы вы думали Он пошел И решил их вешать на дерево Так, потом сниму Что вышло из этого Я так Делюсь с вами Закатом О, вот так вот Смотрите, какая красота Красный Он красный Не особо видно, конечно О, вот так А вот работа моего мужа Я потом выйду И как-то Получше это все сделаю Главное, чтобы оно было Подключено Доброе утро Я немножко себя привела Ну, привожу Я в процессе Мы едем в Бобьо Сегодня на самом деле Очень тепло на улице Какой-то африканский Этот Пришел к нам циклон И, ну, тепло Ну, тут, конечно, ветерок Такой прохладный, естественно Зима Ну, вроде как До 17 аж градусов Будет сегодня днем Вот Я собираюсь И едем Конечно же После моего очередного кофе Так, что же Я наконец-то вышла Как я вышла Солнце Вообще, хочу сказать Очень тепло Я уже Даже чувствую Что надо с куртку снять Просто Ой, такое солнце Конечно Вообще классно Ну, такое снявши весна Реально весна А сегодня 31 декабря Да Смотрю Включаю телевизор Там вообще Полный Беспредел Господи С утра до Еще мы здесь У нас телевизор Как бы показывают Только каналы Вот эти, знаете Региональные Какие-то забытые Богом И там с утра до вечера С утра до вечера Рассказывают Про эти тампоны Сейчас же тем более Сделали вот это Что надо И уколотым Делать тампоны В Милане То они должны Обратиться по любому Туда Ну, вообще Ну, вообще большинство Там в течение 72 часов Якобы У меня Доча Мне просто так смешно Вот это люди Которые дома сидят В принципе Они как бы ничем не заняты Уже и каникулы И в принципе Можно посидеть Да и все И проехать Они ждали звонка Все правильно делали Боялись Видеть на балкон Хотя в принципе У них с ними было Все в порядке Там что-то Температура Немножко была Да и все Верят, что у них Этот последний Штамм Я, конечно, понимаю Если плохо человеку Реально Ну, как бы Потому что у меня тоже Штамм этот Постоянно Всю осень Всю осень болит Так вот Ну, последние новости Они таковые Что все Это сейчас Такой Поднялся кипиш С этими всеми Тампонами Все вот это Перед новым Ну, там переживают Куча людей Которые хотят Пойти в гости Просто И стоят в этих очередях Которые просто Нескончаемые По телевизору С утра до вечера Эти очередя И рассказывают Что нужно обязательно Иметь Там этот Зеленый пропуск А если Что А, вот еще Интересная история Насчет Неаполя Что там Открыли какую-то Банду Которая занималась Фальшивыми пропусками 120 человек Они дали 120 человекам Эти пропуски Фальшивые Вот И арестовали Там около 90 человек Они типа Взломали Систему эту И давали пропуски Ну, просто У себя дома Там где-то Давали Короче Эти пропуска Короче С утра до вечера Просто Лорис включает Телевизор Я бы его Вообще не смотрела И вот этот Телевизор С утра до вечера Только об этом Разговоры Сегодня уже 31 Как бы Ну Радуйтесь Люди Вот мы реально Вышли На улице Как бы Красиво Так люди Радуются Последний день Этого года Наконец-то Надежда На новый И Никто об этом Не знает Короче А, еще У нас Новый Указ Вот этот новый Вышел Что нужно На улице Всем обязательно Тоже носить Эти масочки Ну, не простые масочки А золотые Масочки ППФ Которые Вообще Дышать Невозможно Которые На 94% Защищают От аэрозолей Вот эти Знаете Которые Распрыскивают А воздух В них вообще Принцип Наверное Не поступает Потому что Я пыталась Их носить Но это нереально Те, которые носят У них пресс Модли уже Отключены На 100% Не поступает Кислород В голову И Ну, короче Такие вот Новости А сейчас Мы едем в Бобрю Немножко Покажу вам Бобю Который Я очень люблю И у меня Новые Много Идей Я надеюсь В новом году Их воплотить И сегодня Я, кстати Хочу сесть И написать Новое письмо В новый год Так сказать С моими Желаниями Вот в прошлом году Я написала Я, кстати Не могу его найти Где-то оно валялось Но я его читала На протяжении года И, в принципе Все мои Ну, желания Они сбылись Единственное Желание не сбылось Это я не попала домой Вот Но Надеюсь Что попаду Кстати, вот этот костюм Мне купил мой муж Как-то на, не знаю На Новый год, по-моему Что-то притащил просто Два костюма Один серый, который я носила уже Но мне так не очень нравится Он как бы тоже тепленький Такой Это он просто серый А этот он очень красивый Я его второй раз Второй раз в жизни Одеваю У него спайло Вот так классные Шоколадные штаны Вот очень Подходит для гор Сейчас подойдем в центру Смотрите, улицы пустые Без 10-12 Все уже кушают, что ли Госпиталь Это скорая помощь Новая Вот это старый госпиталь Из которого сейчас Хотят сделать Дом престарелых А вот, кстати, церковь Одна из храмов и монастырей Бобью Очень красивая Тоже Посмотрите, это презепы Вот Бобью славится Как я уже рассказывала В своих предыдущих видео Монастырями Церквями Здесь их очень много Вот Во дворе Такое презепы А вот этот госпиталь Старый От которого я сказала Что из него сделают Дом престарелых Сейчас строят Просто новый госпиталь Здесь Мы приближаемся К центру Наконец-то Вообще, на самом деле Солнце Такая хорошая погода Нас, правда, укачало Я немножко Страдаю от этого Но сейчас вот мы прогулялись Немного Не стало легче Кто-то в маске Кто-то без Но мы Пока что без Солнце В принципе, прохладно Нет никакой жары Как обещали Видите, вот этот Монастырь Продлевается Никак не приведут Порядок Очень жаль Фонтанчик Людишки Бобби, конечно Это всегда Праздник Просто Не устаю Повторять это Вот этот бар Почему-то закрылся Нет на улице Ничего больше А вот этот Работает Как и раньше Здесь Предлагают Еще и пиццу Теперь Раньше Ну, мне, если честно Эти бары Никогда не нравились Они как-то Какие-то не знаю Что-то с ними не то И вот она Самая конфетка Центральная улица Сейчас я буду Искать объявления Сдаются ли здесь Помещения Вот она Настоящая Бобби А, это очередь За пиццей Целая очередь Так Эти улочки Так, я напоминаю Сегодня 31 декабря 2021 года Последний день Последний день В этом году Здесь такие негодцы Вы видите Уже Скидки поставили Предновогодние Раньше Такого никогда не было Мне вот интересует Сейчас Я мечтаю Открыть здесь магазин Хочу узнать Сколько Стоит здесь Снять Помещение Ну, Ларис утверждает Что полторы тысячи Надо на центральной улице Это, конечно, многовато Я хочу найти Такое помещение Которое социальное бы Евро пятьсот Ну, я не знаю Минус сорок процентов Уже написано А вот это вот магазин Одежды спортивной Это новая Какая-то лавка Там продают мясо Это вообще новый Его отстроили Вот этот дом Отреставрировали И сейчас здесь Много новых магазинов Кстати, появилось И знаете, что меня привлекает В этом месте Во-первых, это очень туристическое место Там, кстати, ресторанчик внутри И вот еще остановлюсь Немножко Здесь шубы продают Это недавно открыли Магазин шуб Цены у них, конечно Космические Но, тем не менее Открыли магазин шуб Недавно Достаточно Короче, здесь есть Как сказать Турист Туризм постоянно И местные Очень любят одеваться И здесь есть Смысл Открывать свой магазин Люди, которые ходят В масочках ППФ И всяких А есть Просто ходят Как и мы Люди еще не знают О всех нововведениях Видимо Они следят за новостями Как я Вон там виднеется монастырь Ну, я, в принципе Уже показывала вам Бобби Но сегодня такой Прекрасный день Что просто Снимать да снимать Очень красиво Вот люди Смотрите Сидят На лавочке Выпивают Не пойму Почему Наверное Потому что Они не уколотые А елочка Бобби Наконец-то Мы на нее попали Вот такая Она красавица Я себе Присматриваю Видите Вот, например Магазинчик Такой Я бы себе Такого Типа хотела Магазинчик Вот еще один Сегодня Хорошая погода Конечно Приятно Погулять Это монастырь Сан-Колумбана Вы уже могли Наблюдать В моих видео В прошлых Сейчас здесь Школа находится И Школа И музей Внутри Ну и просто Здесь все открыто В Бобби Везде можно гулять Единственное Музей Надо платить Там какой-то Билетик Да и заходишь А так Везде Ходи Гуляй Любую церковь Заходи Как бы Все открыто Потому что Сейчас такая Тенденция пошла В церкви Покупать билеты Вообще По закону Это запрещается Ниже вывесок На самом деле Все занято Все магазины Заняты Я не Не нашла Вывесок Где бы Было написано Что Здесь Что-то Сдается На всех магазинах Написано Скидки Раньше Такого вообще Не было Обычно Скидки Начинаются После праздников В этом году Я смотрю Все в скидках Вообще Все Потому что Люди используют Люди используют Любую возможность Для того Чтобы продать Как раз Сейчас Когда Есть Какая-то Движуха В этом городе И Вы видите Используют Моменты Продают Вот и мост Который упал После того Как мы По нему Проехали Так Вот этот мост Который рухнул А вот этот Новый мост Который стоит Но это Не новый мост Это мост Который Сейчас Государство Платит За него Сказать Снимает Его Платит За съем Этого моста Пока Не построят Вот тот Не отремонтируют Но походу Я не знаю Куда его построят Пока что Никаких Не произошло Изменений Вот год Уже стоит Вы знаете Где Мы В 6 часов Вечера Перед Новым годом Вместо того Чтобы готовить Салатики Ищем Петарды Потому что Оказалось Что в нашей деревне Будут делать Салют И Мой муж Решил Что он тоже Должен участвовать В этом Под вечер И вот Мы едем Опять В сторону Бобио Ну Как бы Тут немало Немаленький кусочек И все это По серпантину Вот И сейчас Остановились Марсалии Это Посреди дороги Получается До Бобио Будем Я надеюсь Что здесь есть Эти петарды Где нибудь Мы въехали в город А тут столько Огней Все В огнях И люди Гуляют Короче Началась Тасовка Настоящее Ну что же До нового года Не хватает 20 минут Я короче Поспала Уже Проснулась Умылась Хотела Была Накрашенная Все еще Думала Сделать фотографии Больше не хочу Никаких фотографий Хочу сейчас Посмотреть На этот салют И лечь Спать Я вышла Там Короче Люди Везде Я хотела Показать Нашу Иллюминацию Дерево Вот это Небольшая Иллюминация На доме Так Это наша Деревня Там люди Везде Короче Повыходили Вон Идут Еще Сюда К нам Вот Огонь Вот Такая У них Тут Традиция Зажигать Огонь Поярче И Ждем Салют Вот Он Дед Мороз Это Все Идут Смотреть На Салют Так Мне уже Дали Стакан 6 5 6 6 8 4 6 4 6 9 9 Блин, все бегут, я не могу. Капец, там людей много. Их не видно. Вон они, вон они. Это за нашим домом. Да где-то там они на горе базируются. Это за нашим домам. итак 2022 год наступил продолжаются салюты все людей валом на улице просто наш сосед запустил такие салюты которые не снились даже кому не сейчас пойдем прогуляемся хочу показать немножко ничего не видно к сожалению людей очень много на улице при нас пригласили к соседям вот людишки ходят соседями на они нас пригласили но я не хочу если честно идти но раз уж пригласили зайдем они тут распивают какие-то алкогольные напитки наш домик видите все-таки огоньки видны ради essо свято небесо небесо. О тут тусовочка такая не хилая горе! ак tourists да obra и